Я сам родом из города Лиски, Воронежской области. Хотел бы рассказать немного о своих прапрадеде, прадеде и деде. Тем более, что недавно в газете «Лискинские известия» опубликовали такую интересную статью. Хлеб русские люди всегда называли батюшкой и головой. Да только без муки хлебушка не испечешь. Перемалывание муки – тяжелый труд. Неудивительно, что именно в мукомольном деле возникла одна из первых в истории машин – водяная мельница, вращаемая энергией течения реки. В 1905 году в селе Песковатка 2110 жителей. Главное занятие местных крестьян – хлебопашество. Земля частью песочная, поэтому жители арендуют смежные наделы соседних сел. При селе на общественной земле на протоке из озера Песковатского в Дон в 28 сажениях от берега построена водяная мукомольная мельница. Арендная плата за землю – 16 рублей в год. Хозяин мельницы – уважаемый грамотный крестьянин Митрофан Аверьянов. Имеет надел на пять душ по полторы десятины земли. Тоже занимается хлебопашеством. Дело было семейным и передавалось из поколения в поколение вместе с самой мельницей. Ремесло включало в себя необходимые навыки, без которых никак нельзя обойтись. Это и плотник, и гидротехник. Мельница была построена очень давно. Дедом, так говорится в документе, Митрофану перешла после смерти старшего брата, жившего вместе с ним. С 1909 года мельницей владели меньшие братья Андрей и Павел. Работали на заказ только для крестьян. За помол брали одну четырнадцатую меру зерном. По рассказам песковатского старожила, 88-летнего Сергея Аверьянова, моего деда, внука Павла, хозяйки на свадьбе пекли корова из муки Аверьянова. В селе, кроме водяной, еще 11 ветряных мельниц. Паровых нет. На половодье ежегодно мельницу разбирали и увозили в село. Работу начинали обычно в конце мая, начале июня, после полой воды. И продолжали до заморозков. Ремонт плотины проводился ежегодно. В 1930-е годы, с началом коллективизации, опасаясь репрессий, Павел Аверьянов после очередного половодия не стал ремонтировать плотину и восстанавливать постройки после пожара. Водяная мельница прекратила свое существование. Нет имущества, нет экспроприации. Крестьяне Аверьяновы вступили в колхоз. Вот такая история.